Сахалинское торжество состоялось в Корейском культурном центре. Региональная общественная организация «Сахалинские корейцы» отмечает 30-летие. Это крупное в области национальное объединение решает первоочередные задачи диаспоры – развитие самобытной культуры и восстановление исторической справедливости. Разрешите вас поздравить с этим замечательным юбилеем от имени губернатора Сахалинской области и от имени правительства Сахалинской области. «Сахалинские корейцы – это уникальная часть наших жителей, которая вносит уникальный колорит в сахалинскую жизнь. Такого нет нигде». Корейцы преодолели трудный путь интеграции сначала в составе Японской империи, затем в Советском Союзе, потом в Новой России. А в конце 80-х, в потоке событий перехода советского общества на демократическое развитие, проблемы сахалинских корейцев замалчивать больше было нельзя. О восстановлении справедливости заговорила группа активистов во главе с членом бюро Сахалинского обкома КПСС Бокзикоу перед депутатами Республики Корея и Японии. Так, 30 лет назад создали Ассоциацию сахалинских корейцев. Сегодня ее название – региональная общественная организация «Сахалинские корейцы». Первым председателем был избран Ким Мион. Он решился на смелый шаг, едва не лишившись партийного билета. Возродил масштабное празднование Дня освобождения Кореи на территории Советского Союза. Отныне праздник 15 августа отмечается в области ежегодно. Ким Миунам впервые была организована деловая поездка первого губернатора Сахалинской области Валентина Федорова в Южную Корею. Вторым председателем областной ассоциации был Ри Чунхен. Он наладил контакты с КНДР. На Сахалин поступала литература на родном языке, приезжали педагоги по национальному искусству и корейскому языку. В 1994 году общество старейшин и активисты организации во главе с новым председателем Ким Хонди устроили беспрецедентный митинг в Москве с требованием к Японии репатриировать сахалинских корейцев на родину. В конце мая 1994 года президент Республики Кореи приезжал в Москву. И мы с председателем Совета старейшин Пак Хедоном решили провести пикетирование по требованиям сахалинских корейцев. Это был единственный шанс рассказать миру о проблемах сахалинских корейцев по возвращении на родину. Мы растянули растяжку, в которой на корейском языке было написано «Корея должна вернуть на родину своих сыновей». Было перестроечный период, страшно, и мы не знали, что с нами будет, так как этот митинг был не санкционирован, нас могли забрать. Но этого не случилось, но результат был прекрасный. В той части, что президент Республики Кореи сообщил журналистам, что требования сахалинских корейцев будут рассматриваться в правительстве. Напористость общества старейшин и ассоциации заложила фундамент сахалинской деревни Вансани. Проект положил начало возвращению на родину первого поколения. Следующее достижение – проект корейского центра. Он осуществился решением правительства Японии о гуманитарной помощи насильственно привезенным в годы Второй мировой войны корейцам. В 1999 году президентом сахалинских корейцев был избран Пак Хирьон. Его главная задача была возвести корейский культурный центр, чтобы диаспора могла сохранить национальную культуру, язык и обычаи. В 2011 году к обязанностям руководителя диаспоры заступил им Йенгун. Со своей командой он объединил более 20 раздрозненных организаций, чтобы решать сахалинский вопрос в органах власти Южно-Кореи и Японии и сдвинуть с мертвой точки специальный законопроект. Были проведены неоднократные переговоры с парламентом, МИД, различными общественными и политическими организациями Кореи. Оставалась еще одна нерешенная задача – земельный участок под культурный центр. Он был не оформлен в собственность после окончания строительства. В 2012 году мы собрали всю необходимую документацию и финансы для выкупа земельного участка под культурным центром. В 2016 году лидером организации избрана ПАК СУНОК. Продолжается активная работа по укреплению межнациональных отношений, сотрудничеству с представителями власти, бизнеса, культуры и социальной сферы региона. Но главным достижением общественной организации всей диаспоры стало принятие специального закона по поддержке сахалинских корейцев. В то время, когда нужно было для корейской диаспоры, в 80-е годы, когда нужно было решить проблемы сахалинских корейцев, нужно было найти выход из этого, создавая все наши общественные организации. Внедрён международный фестиваль «Мы вместе», который до сих пор ежегодно реализуется чередой мероприятий в районах Сахалина в рамках взаимосвязи с Южно-Сахалинской канцелярией и Центром просвещения Республики Кореи на Сахалине, проведены мероприятия, посвященные знакомству с традиционной и современной корейской культурой. Фондом здравоохранения Республики Корея работает медицинская программа открыт Центр поддержки здоровья и жизни для первого поколения. Под патронажем региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» проходят концерты ансамбля «Арирам», «Ханэль», «Детская школа искусств», «Южнокорейских артистов», «Литературные вечера сахалинских поэтов и писателей», «Встреча Нового года по лунному календарю» ежегодно действует молодёжный исторический лагерь. В партнёрстве с региональным правительством на Всероссийском молодёжном форуме «Острова» провели праздник, пинце, мастер-классы по каллиграфии, национальным костюмам и играм, фестивали кимчи. В рамках федеральной программы «Больше чем путешествия» проводятся Дни корейской культуры. Оказывалась гуманитарная помощь детям войны, а во время пандемии первому поколению корейцев. Проведён капитальный ремонт Корейского культурного центра и благоустройство прилегающей территории. Сегодня в составе организации 17 районных отделений, Общество старейшин, Организация разделённых семей, Молодёжная организация Ассоциации учителей, Федерация Щирым, Федерация Тэквондо, Ассоциация бизнесменов, Общество корейских женщин, что позволяет реализовывать различные проекты во всех сферах общественной жизни. Пройдя сложный путь, сахалинские корейцы сумели добиться заметных достижений во всех сферах деятельности, имеют активную жизненную позицию и вместе со всеми жителями региона вносят вклад в развитие Сахалинской области, которая стала родным домом. В областной столице открыли новый бизнес-центр. Масштабный инвестпроект – это более 9 тысяч квадратных метров офисных и сервисных помещений и новые рабочие места. Девятиэтажное здание возведено в одном из самых живописных мест Южно-Сахалинска, рядом с городским парком. Из окон открывается вид на горный воздух. Объект гармонично вписывается в окружающую среду. Особое внимание уделено его внешнему облику. В плане архитектуры, в классическом стиле старинном, почему? Потому что наша компания любит, когда архитектурные облики немножко подстаринные, поэтому мы взяли за основу этот стиль старинный. Но внутри тоже, как и снаружи, она перекликается, внутри интерьер, немножко со старинным образом. Новый деловой центр открыли торжественно. Реализовать проект местному бизнесу позволил режим территории, опережающего развитие горный воздух. Наша сахалинская земля – это земля, открытая для инвесторов. Здесь будут работать ведущие компании – Сахалина и Курил. И здесь будет формироваться бизнес-будущее. Очень важно, что созданы рабочие места – около ста. Бизнес-центр стал уже частью имеющегося гостиничного комплекса. Мещают более 70 офисных помещений, прачечный, оздоровительный комплекс, тренажерный зал. Уже найдены арендаторы. Здесь планируется трудоустроить 15 тысяч человек. Теперь мы всех наших офисников перемещаем в это здание, а у нас высвобождаются площади, которые мы в скором времени введем в эксплуатацию в виде номерного фонда дополнительного. Это порядка 200 номеров. Всего на территории опережающего развития горный воздух сегодня выполняет без малого три десятка различных инвестиционных проектов. Среди них – гостиничные и ресторанные комплексы, спортивные объекты.